Как возникла идея коммунизма? На какой почве и возможен ли вариант возобновления коммунизма? Напрашивается ответ, когда будет полная разруха где-то, абсолютно, там деньги не нужны, там нужно просто собраться, как в семье, и реставрировать все. Вот тогда может быть коммунизм, а потом уже начинается капитализм. Как вы думаете? Протестантская реформация, ну мы понимаем, Мартин Лютер, вот это все, то есть это протест против института в католической церкви, который протестанты считали язычеством. То есть церковь в таком виде не нужна, потому что это языческая организация, ну и соответственно всякие таинства, это просто обман на деньги. Продажи индульгенции, опять-таки вот эти вот прочие там завихрения католицизма. Значит, соответственно католическая церковь в свою очередь откуда взялась? Ну христианство-то откуда взялось? Христианство изначально, религия там всяких униженных, оскорбленных, рабов и так далее. Откуда христианство взялось? То есть это можно копать очень долгое время в истории. Как вот мы дошли до вот этого всего? С моей точки зрения в человеческой природе заложено свойство собираться в стаи и стаи нападать на сильного просто потому, что он сильный. И соответственно все у него забирать. У меня есть такая гипотеза, что это у нас еще от наших обезьянных предков осталось, потому что все такое человек. Человек это животное, но животное очень посредственно. То есть у нас нет особо толком клыков. Ну формально есть, но это куром на смех буквально. Значит, когтей нету, значит, как у большой кошки какой-нибудь, значит, брони и так далее. Ничего этого у нас нет. Мы единственное, что можем собраться в кучку и превентивно убить соблезубую кошку, пока она спит, детенышей ее, значит, и так далее. Это мы умеем. И у людей, в принципе, изначально заложено, как я считаю, это hardwired, то есть это на уровне железа, в нашем случае на уровне мяса заложено. Это в заводских настройках, в общем, что мы собираемся инстинктивно просто в стаю, чтобы сплотиться против того, кого мы считаем по тому или иному критерию. Это важно по тому или иному критерию сильно. То есть он сильный, может быть, более сильный физически, как вот в первобытное время человек наверняка сплочался таким образом. Он может быть более сильный, потому что у него денег больше, или более сильный, потому что он стихи лучше пишет, чем мы, а мы вот в союзе писателей каком-нибудь. И там вот один, значит, круче всех, а мы нет, мы посредственности, вот мы объединяемся. Или, например, он командует танковой дивизией, там лучше, чем все остальные в нашем, допустим, государстве. И, соответственно, мы его вызываем на ковер и заставляем его отравиться, как Эрвина Ромеля. То есть посредственности всегда собираются вместе, кучкуются против сильного. Это такая мораль раба типичная. И эта мораль раба, она в свое время надает нам христианство. Потом, значит, из этого самого христианства, значит, из католического христианства вычленяются протестанты. Протестанты, соответственно, переходя в другую плоскость, становятся либералами. Либералы, соответственно, значит, происходит такое сворачивание либерализма, как сворачивается кровь или молоко. И получается социализм. И социалистического дискурса, как такой процесс, уже даже переходящий в гниение, получается, коммунизм. И так далее. Но это, конечно, очень сильное упрощение. Просто, на мой взгляд, появление коммунизма абсолютно закономерно. И похожие течения по тому или иному критерию были всегда. Потому что, на мой взгляд, человеку вообще свойственно вот эта вот рабская мораль, так или иначе. Люди вообще делятся на две категории. Есть рабы и есть слуги. Меня в этот момент часто поправляют. И, наверное, хотел сказать, что есть рабы и есть, как бы, господа, правильно? Рабовладельцы. Нет, я по-другому считаю. Есть рабы, есть слуги. То есть слуга – это человек, который, в принципе, знает свое место. Даже если он при этом, значит, хозяин, монарх и так далее, собственно, человек благородный, он в средние века в аристократическом обществе всегда понимал, что «но блес облищ», да, то есть что благородство обязывает. И благородный человек, аристократ, он является слугой. Его крестьянин тоже является слугой. Но бывают люди, которые место себе не знают и считают, что заслуживают гораздо большего и что их, значит, незаслуженно обделили. Такие люди являются рабами. И, в принципе, исправить это как-то у себя в голове невозможно. Потому что если у тебя этот процесс, он с самого начала идет, что, значит, тебя обделили, они отняли у тебя, значит, какое-то там наследие и еще что-то, что тебе нужно, но при этом ты сходу не можешь начать действовать по этому поводу, да, то есть взять и заполучить то, что ты считаешь твое, да, то, что ты считаешь своим, то твой ход мысли, он, и это даже дело даже не в мыслях, а мысли, они второстепенны по отношению к ощущениям, значит, и вот твои ощущения, и, значит, те драйвы, и те, как-то сказать, подталкивающие силы, которые в тебе находятся внутри, в том числе чисто биологического характера, они уже будут неисправимы. И из вот этого state of mind и получается в итоге коммунизм, и получается в итоге социализм, и получается в итоге либералы, и получается в итоге христиане. То есть, ну, важно понимать, что они на разных витках находятся, и если сравнивать христиан с либералами, да, там, атеистическими какими-нибудь, то понятное дело, что христиане, они зачастую менее рессентиментарны, чем либералы. То есть, они менее какие-то там завистливые и пораженные вот этой вот бациллой, значит, бациллой рабской морали. Понятное дело, что, грубо говоря, в этой топике христианинам-то быть лучше, чем там либералам, либералам быть лучше, чем социалистам, социалистам, наверное, немного лучше, чем коммунистам. Вот, получается, католикам быть лучше, чем протестантам, кстати, что вообще зависит от критериев. Если вы хотите быть последовательным христианином, лучше быть протестантом, наверное, но если хотите менее рессентиментарную идеологию, то лучше католикам получается. Да, то есть, история эта очень большая, ее можно разбирать очень долго и много. Рекомендую монументальную работу к генеалогии морали Фридриха Ницше. Она, в принципе, проливает свет, но некоторые вещи там придется проэкстраполировать дальше. Потому что современный коммунистический дискурс все-таки отличается от того, что Ницше мог видеть. Спасибо тебе огромное, Анатолий, за интересный эфир, за время.